так заменил я стартер народ что стартер сильно много на себя забирал мощность плохо заводился немножко задолбался чем я купил стартер здесь по магазине 300 баксов стоит но я на интернете купил за 70 разница до 300 или 70 поставил батарею большую чтобы лучше заводился вот на ночь поставил зарядное устройство а что она показывает чарджинг не показывает сколько ампер почему-то 6 6 ампер заряжает хочу полностью батареи зарядить чтобы без проблем работать то тяжело его заводить он еле-еле крутил вот он стартер лежит двигатель митсубиси в общем дорого сильно не хотят так что все аппарате готов к работе труду и обороне завтра я хочу переделать фильтр но не знаю если буду завтра переделывать или нет хочется маленький поставить что бобина много места занимает а мне зачем топливный фильтр я сделал на как-то не очень удобно в общем завтра я куплю новый топливный фильтр он забился вот что перегнать его я пока напрямую пустил так что я завтра поменяю топливный фильтр поставленный воздушный надо будет переделать воздушный фильтр чтобы удобнее было пока так посмотрим но когда-нибудь доберусь до него когда время будет и обязательно покрашу его доведу дома но сейчас он по механике главное работает четко все идеально да мы также поменяли давно и не помню снимал не снимал мы видели видели не видели вот тормозной цилиндр поставил новый потому что тот утекал жидкость утекала уходила и он не работал тормозов толком не было прокачали тормоза сейчас тормоза просто бомба очень круто тормозит все отлично также подвел немножко ручник сделал сейчас ручник хорошо работает в общем более или менее можно работать безопасно скажем так потому что было опасно немного работать на нем а почему за тормоза начали кидаться возиться трак перевозили в общем он катится и все реально опасно было чтобы куда-то не уехать времени не так а прицеп ну ладно все на сегодня хорош еду домой саня тут мутит красоту наводит на своем катар пелли в общем он не будет использовать это оригинальные были прокладки со втулками он потом покажу втулки и вот эти вот новые прокладочки без втулок видите как они шире и он растачивает растачивает еще будет дотачивать ну-ка давай на это стороне покажем вот это растачивает чтобы проход воздуха не цеплялся за края более мягко заходил туда и все так ну а здесь мы опять volvo прицепа смотрите будут синие крылья крыльев не было сейчас будут и на траки на прицепе будем одевать крылья кто-то мне там писал комментариях по поводу красной volvo как крылья одевали вот я вам покажу что это за крылья но это американские крылья это не европейские не китайские вот смотрите сделано в америке поэтому и заказывать в америке стоит они тоже дорого и сейчас будем их крепить вот куча всяких дуг куча всяких крепежей будем сейчас примерить думать решать и крепить пацаны у нас это процесс идет крылья крылья устанавливаются где-то там неважно вот он так сказать этот как он культурная часть культурная часть началась сейчас дядьки саул там под это подогреет чаек ну за весь день мы поставили всего одну трубу и прикрутили с одной стороны крыло так что жарим жарим потихонечку продолжаю пополнять свой арсенал инструментов он взял такую созу вот сериал номер кому надо участвовать спрашивали по поводу моего пистолета какой сериал номер вот она коробочка видите такая вот то есть вот 27 20-20 этот саза стоит 200 долларов 199 долларов 5 лет гарантии на не дается без батареи без ничего только саза 200 баксов но эта вещь обалденная мы уже теме со зами пилами работаем практически всю жизнь в америке сколько почти 20 лет но в основном электрическими работами мне сара и райоби и раньше райоби использованы есть такая райоби на батарейках но слабенькая и такие пилки я беру тоже милваки вот раз два три 4 5 штучек 15 баксов стоит это специальный по металлу 9-инчи длиной мелкие зубчики для металла флажок американский то сделано в америке вчера мы загнали вечером прицеп сюда в гараж а сам с улицы покажу уже установили два крыла только вчера весь день практически помучились два крыла до 2 уже поздно вечером установил смотрите весь наш как бы как он называется point да то есть нам нужно было чтобы максимально сделать красивую каемку многих крылья или сильно высоко здесь смотрится узко или сильно низко здесь становится широк как-то не так но колесо на будет играть она чуть-чуть подсадет вниз и она вообще вот идеальная арочка вот еще как бы что я делаю я значит устанавливаю обрезаю их тоже потом крышечки ставлю все это закрепляется здесь перекручивается на болт садится внутри а с этой стороны я наглухо привариваю видите плохо видно ну такая квадратная квадратное крепление его наглухо приварил красочка взбрезнула все все держится просто бомба я вам обязательно покажу как все идеально но собирается крыло потому что спрашивали как она делается здесь я буду срезать вот это вот укрепление под под брусговик полностью по самый корень для этого сазу брал и буду дальше продолжать что налить крылья надеюсь сейчас по быстренькому прицеп накинем на крылья на прицеп отрегулируем томоза смажем его и все вытаскиваем потому что сегодня приди быть чуть позже дождь и не хотелось бы чтобы попасть под дождь то есть я отцепил его и поднял прицеп выровнял по уровню сделал поэтому загнали вчера чтобы здесь земля все кривая асфальт очень тяжело под играть проверять чтобы зазор колес был одинаковый сложно внутри гаража намного лучше намного проще вот видите здесь дождь пройдет за станет грязь потом не выехать отсюда с гаража поэтому надо побыстрее все делать закончить чтобы до дождя выехать вот так вот загнали гараж прицеп все еще и место есть запарковаться погодка у нас обалденно весна полным ходом уже все начинает цвести уже зелененькие листочки появились как-то так ладно приступаю к работе продолжаю дальше так смотрите срезал крепление все зачистил потом прокрашу прикрутил уже трубу как я делаю народ что я беру крыло ложи его на колесо подкладываю кучу всяких железочек там палочек то есть ложу так палки вы железки деревяшки выравниваю чтобы зазор был идеальный и крыло лежала четко значит на палочках на эти да затем что я делаю далее я вымеряю убеждаю что у меня все зазоры все четко да то есть я здесь зазор замеряю сколько крыло высоту крыла замеряю все замерили ставлю трубу одеваю на трубу вот эти вот крепежи специальные подставляю его аккуратно так чтобы крыло не сдвинулось чтобы зазоры не сбились подставляю впритык отмечаю где его сверлить но по кругу так нарисовываю потом дело пробивает центр сверлю прикручиваю трубу но перед тем как это все сделано что я делать эти брекеты до приставил его все посмотрю что труба ровно стояла впритык плоско к стене этого рамы чтобы крепежить ложкой плоско лежали на крыле затем когда у меня значит представляем да здесь труба сейчас просунута по трубе висит крепеж вот его подставил вот так вот да допустим все это у меня плашмя лег все и крыло не двигается все труба четко я наметил трубу и затем набираю одну одно отверстие хватает одного отверстия то есть я на мере намечаю одно отверстие наметил по центру примерно ставлю делаю здесь идут ребра жесткости смотреть вот такие вот видите здесь какая система крепления значит здесь идет такая пластина которая вставляется в это ребро жесткости вот таким образом вот раз вот так и отверстия должны быть строго строго посередине ребра жесткости как я этого добиваюсь если вы посмотрите внимательно на крыло то вы видите полосочки полосочки это там где ребра жесткости припаяны вот смотрите идеально видно синенько темная синенько темно то есть я по середочке ставлю четко замеряем смотрю идеально чтобы было идеально сверлю одно отверстие когда просверлил одно отверстие ставлю крепежа крепеж болтик вставляю потом замеряю здесь один инчик water ну как бы я уже знаю просто такой же замер делаю здесь просверливаю вот эту вот это отверстие и прикручиваю а потом просверливать два остальных затягиваю все не забыть эту вот то есть отверстие все должны совпадать попадают прям четко в эти в эти вырезанные дырочки потом я замеряю расстояние от края до края крыла и делаю также это крепление также по центру все как положено то есть примерно здесь такой видите наклеечка как будто вы выбита примерно где она должна быть держаться но это не обязательно ну так как бы звучит мог быть очень запутанно но все это довольно таки просто то есть вот вымерял четко где и сверлю то есть видите ну то что она немножко сдвинут это не страшно я как бы подвинул его чуть сюда теперь если смотрим здесь видите строго по центру и когда я одеваю этот вот туда пластину то у меня отверстие видите называется идеально то есть я думаю вам понятно да то все очень просто вот так выглядит внутри видите вставляется полоска пластмассовая и потом затягиваются болтики все очень все просто легко ничего сложного с этой стороны такая красота тут я все про прокрасил тут обварил прокрасил сейчас устанавливаю крыло а потом замеряю ровно по этот и обрезаю их не длинче сделано друг кого-то там все ширина дали чего-либо мы шрама узкая поэтому они сделаны широкие хотя наверно на траке как раз их не надо обрезать неважно ведь обрезался не вровень такая красота получается так установили второе крыло и в общем решили отпраздновать это это событие у нас еще два от 66 крыльев впереди не знаю что мы будем делать потом ребрышки будет обыкновенный шашлычок на каждое крыло чем придумаем а сегодня у нас слов вот такая вот наша тяжелая дальнобойская жизнь вот он лишь какой риса вот он еще длиннее половину вырастет обалдеть смотрите в таком мешочке прям классный рис чисто настоящий мешок процесс идет мясо кипит огонек он горит вот такой окошко в европу все смотреть болтик одел потом клей вот таким зигзагом нарисовал тут использую клей для стекла для стекол такой вот любой разницы нету почему для стекла больше я считаю что он самый лучший самый мощный их железо хорошо клеится и пластик все снимаете этот вот аля поту получаете такую красоту всем здорово раз взорвалась как вам все эта сторона полностью готова со всеми и и вытекающими все блестяшки хромчик колпаки все смотрите вот такая вот красотуре получилось так что это готово идем кушать вот так все сейчас будем кушать всем приятного аппетита обновление значит смотрите здесь мы сделали вот такие вот кривые очень удобно что выбираешь отверстие потом в любую сторону можно двигать зазорчик выбирать здесь сделали четко ровненько смотрите как красота сейчас крышечки 11 смотрите зазорчик ляля здесь а ляля здесь ай красота здесь брусговичок все как положено у тебя volvo не люблю но очень красиво это ж не volvo это именно брусговики да здесь смотрите сделал такую трубу получается как дуга такая красиво раз аккуратненько то есть вместо брусговиков старых убрал их полностью рассверлил отверстие здесь побольше верхние сюда только раз дугу здесь смотрите какая проблема когда удаляют эти болты что здесь держали да это клепки я удаляю клепку потом болт который должен сюда идти где он так вот он болт смотрите болт сюда не идет не залазить чуть-чуть тут маловато место поэтому я его побольше делаю ходят отлично проблема в том что сверлом здесь нельзя рассверлить по той причине что здесь видите овальная и сверло сразу раз и здесь клинит его нереально рассверлить вот чтоб вам было лучше видно видите потом отверстие ровно и а здесь овальная такой поэтому взял другую такую машинку трима занимает одно отверстие сделать где-то две минуты очень быстро классно такие вот эти круги ну каменные каменные камень такой так лучше шикарно 30 пункт еще обороте к врубил просто спасает последнее отверстие осталось сейчас быстренько все сделаю все мнение даже не нужно будет вторую сторону мерить я просто беру крылья и замеряю вот эти вот крепежи все точно так же дело на крыльях то замеряю отсюда высоту и отсюда замеряю делаю зеркальным зеркальным отражение делаю сюда оба крыла и накидываю трубы просто все собираю прикручиваю все бах все это эту сторону займет сделать 10 раз быстрее чем то так что вот как сейчас выглядит и посмотрите как будет как вам видочек красота все закончил чуть ниже потому что видите подъем идет колесо ось чуть ниже сидит это провисает поэтому он так выглядит да по низу все видно что все идеально ровненько трубки вся красота все закончил сзади смотрите какая прелесть просто обалдеть за исключением надписи вольво вообще бомба так ну и прицеп красавец просто сейчас потемнеет нам еще смазать надо и подвести тормоза поэтому не успею на разоснять пока будет сцепка вся видна но постараюсь а ведь какая красота прелесть тут все папа обварился сделал босковички также сзади но это вольво новая я вам не снимал и вот с этой стороны сливаются но такая вроде мелочь все образ говорите крылья да а ведь придает машине хоть мне не нравится вид крысиный нос у меня к сожалению уже потемнело смотреть сейчас стал ровненько видеть крылья четенько уже темно зазор небольшой но это нормально все так ездят цены или на седло поднимать выше жаль что не получится днем заснять так сказать вам этот конечный результат ну что есть то есть но очень симпатно очень симпатично все спасибо всем за просмотр всего хорошего всем удачи